Девушки отдыхают Вы не поверите, я с утра принимал ванны с шампанским и чистил зубы черной икрой Противно, конечно, но тем не менее гламурно А вы когда-нибудь были на вечеринках автогонщиков? Нет, конечно, потому что это закрытые вечеринки Там творилось такое, где-то же как Содом и Гамора, только гораздо быстрее Это же автогонщики Бухло льется рекой И гром ходят карлики с подносом на голове, на котором просто горы порошка Все пьяные, все довольные, и, конечно же, с нами были они королевы бензоколонок Лучшие и самые красивые женщины из Южного Будова Именно на одной из таких вечеринок я встретил ее Да, да, именно тогда я встретил ее Любовь всей моей жизни Мать моих детей, мою будущую жену Марию Возможно, это была любовь с первого взгляда Но в тот момент я плохо помню Я был, естественно, невменяемым Но, скорее всего, я влюбился в нее, потому что она была похожа на шикарную тачку Ее глаза были как у 600-го Мерса Ее талия была как у Ламборджини Ябло, ноги длинные, как Симферопольское шоссе Груди упругие, как шины Пирелли И, конечно же, задний мост Ее задний мост я любил больше всего Когда мы занимались любовью, наши тела сливались, как 500 рублей, и рука гаишник Это было похоже на движение кривошипно-шатунного механизма Страсть и скорость, с которой мы возносились к седьмому небу И приходили к финишу почти одновременно Но в какой-то из моментов мы с ней поссорились Я, естественно, обдолбался, сел за руль Лежал на кашетку указа до тех пор, пока не сломал ногу И не врезался в киоск Союз Печать Это был самый серьезный автокрэш в моей жизни И все из-за любви Да, скажу вам, тяжелые были эти времена Честно говоря, я ничего не помню Хотя нет, помню, помню, что стою один в темном черном туннеле Никого нет, стою без машины почему-то Не понимаю, почему где машина Вдруг вижу в конце туннеля яркий свет Я тогда подумал, какого хрена, что за падла в туннеле с дальним светом? Кто ему вообще права продал? И потом, бац, очнулся уже, лежу в больнице Кругом всякие лампочки мигают, светятся, что-то пикают Из меня провода торчат, короче, как рыбакоп Вокруг доктора стоят Они-то мне потом и рассказали, что это был тоннель в небо Да, да, тот самый тоннель, который видят люди, когда умирают Но из 6 миллиардов населения планеты Земля Немногие оттуда возвращаются А мне вот повезло, откачали Не, ну повезло, это я, конечно, сильно сказал Повезло относительно Врачи мне вообще сказали, что после такого, что произошло со мной Вообще люди не живут Но раз мне повезло, то всю остальную часть своей жизни Я буду передвигаться исключительно на костылях И если вдруг мне захочется побыстрее То для этого специально существуют инвалидные коляски Мне, как гонщику, честно говоря, было просто-напросто обидно Но, как говорил мне мой папа Аня, меняя подгузники, сынок, никогда не сдавайся И я не сдался Уже через месяц я гонял на инвалидном кресле по всей больнице, распугивая медсестер А через три устроил первые в мире гонки на костылях В которых я, конечно же, занял первое место Да, но, как оказалось, инвалидность это было не самое страшное, что со мной произошло Эти звери в белых халатах пытались от меня это скрыть Но я все равно узнал Конечно, как это можно было не заметить Во время аварии, в тот самый момент, когда я врезался в киоск в союз печати Я чудом, чудом зацепился за руль Но, естественно, чудо мое не выдержало и оторвалось Да, вот так вот Мой торпедный отсек лишился своей самой главной ядерной боеголовки Естественно, это стало ударом ниже пояса Не только для меня, но и для моей жены Которая меня тут же бросила, оставив на моих плечах наших двух маленьких прелестных бомбини, двух девочек-близняшек И теперь я, как и мой папаня, меняю им подгузники и исправно хожу на все их школьные утренники А, наверное, после того, что со мной приключилось, многие бы из вас просто опустили руки или вышибли себе мозги Но я вам говорил, что я не такой Я никогда не сдаюсь Да и пистолета, честно говоря, у меня на тот момент не было Они сказали мне, что я не могу больше участвовать в гонках, потому что я инвалид Но мне плевать на то, что они думают Я продолжаю любить скорость Пускай грудастые женщины не обливают меня шампанским Я не чищу зубы черной икрой, но я все равно на дороге, мои колеса всегда со мной И я продолжаю гонять Я нашел для себя выход Это картинг Здесь я снова воин дороги Здесь я снова гонщик Здесь я снова чемпион И пускай мои соперники, это в основном маленькие дети и карлики Но я считаю, что дорога не знает возрастов Она знает только одно Скорость, скорость, еще раз скорость О, новая партия молокососов пришла Пойду их уделаю Эй, грешники, молитесь Настал ваш судный день Марио Афетамини выходят на тропу войны